Я хочу поприветствовать всех, кто присоединился сегодня к нам в это вербное воскресенье, чтобы слушать Слово Божье. И сегодняшнее размышление я хотел бы начать с прочтения текста, который записан в Евангелии от Луки, в 18 главе, 8 стих, конец этого стиха, эти слова говорит Иисус. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Интересно, что однажды Сын Человеческий, придя во второй раз на землю, будет что-то искать. Ну, разве Ему все не видно сейчас с неба? Разве и так непонятно, кто верующий, а кто не верующий? Вы знаете, сегодня мы, общаясь с людьми на земле, очень часто слышим слова «я верующий», «я тоже верю». И мы пытаемся разобраться, это мой брат во Христе, это человек, который верит в того же Бога, в кого он вообще верит? Вроде бы что-то про Библию сказал, вроде когда-то он в церковь ходил, наверное, он наш брат. И так сложно бывает, ты не знаешь, как с ним себя вести, христианин он или нет? Вообще, знает ли он, о ком он говорит, в кого он верит? Апостол Павел во втором послании к Оринфянам в 13 главе, в 5 стихе говорит такие слова, чтобы мы, христиане, испытывали сами себя и сами себя исследовали и обнаруживали, верили мы. Вот это интересное утверждение или интересный вопрос, который возникает. «А что, я могу быть не в вере? Если я однажды женился и я до сегодняшнего дня не развелся, разве я могу быть не мужем?» Ну, как бы кажется, что если я уверовал однажды, значит, я на всю жизнь теперь верю. Но почему-то апостол Павел делает здесь ударение для всех нас. И он хочет, чтобы мы что-то исследовали, во что-то вникали, просматривали себя и что-то в себе обнаруживали. Оказывается, нашу веру можно просмотреть. И вот эти все слова и аргументы многих людей, которые окружают нас, «У меня вера глубоко в сердце, и ты не понимаешь, ты не знаешь, что вы обо мне судите, и если у меня Бог, Он внутри, Он глубоко», на самом деле даже врачи не могут достать то сердце, в котором есть эта вера, потому что оно не в физическом, оно не в физическом сердце. Но вы знаете, Библия очень ясно говорит нам, что наша вера в Иисуса Христа, Господа и Спасителя, она должна быть видима. Результат того, что мы верим, будет видеть не только Бог, но и люди. И я хотел бы сегодня сказать о нескольких качествах веры, которые я нашел в Священном Писании у тех героев веры, о которых говорит Библия. Я не буду сильно долго на этом останавливаться, но я хочу, чтобы это прозвучало. Три качества веры. Первое – это самоотречение. Я не могу верить на своих условиях. Я не могу верить так, как я хочу. Я не могу верить и говорить, как я буду верить, а как я не буду верить. Я отрекаюсь от всего, что я знаю. Иисус говорит, кто не оставляет своей жизни ради Меня, не берет своего креста, тот не может быть Моим учеником. Он может быть чьим-то учеником, он может хорошо философствовать, но это не Мой последователь. И первое – это самоотречение. Второе – это желание быть под властью Бога, быть под Его водительством. И третье – это внутреннее глубокое стремление к увеличению моей веры. Я сегодня буду немного останавливаться на этом также. И я хочу, чтобы мы сегодня заострили наше внимание, вот на каком аспекте веры. Наша вера должна проявляться. В чем, спросите вы. И вот первое, о чем я хотел бы сегодня с вами говорить, для меня это, наверное, самое яркое переживание в жизни, один из самых важных моментов моего личного обращения к Богу – это победа над грехом. Первое, что в моей жизни, как христианина, будет проявляться, то, что будет видимо – это моя победа над грехом. Я хочу обратиться с вами к посланию к Титу, ко второй главе. И там в этом послании мы с вами увидим что-то очень интересное. Во второй главе в послании к Титам с 11 стиха я прочитаю несколько стихов. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я немножко хочу сказать о благодати. Я знаю, что есть много проповедей и учений о благодати, и часто верующие любят смотреть, слушать, читать об этом, потому что благодать Божья излилась. И теперь то, что мы с вами не могли сделать, то, что мы не могли заслужить, то, от чего мы не могли избавиться от наших грехов, от заслуги нашей, которая ждала нас в вечности за грехи. Мы не могли от этого избавиться никак, это сделал Бог вместо нас. И апостол Павел здесь говорит, явилась благодать Божья, явилась спасительная для всех людей. Ты никогда не мог этого заслужить или что-то сделать. Ты никогда не мог избавиться от этого определения, ты грешник, и ты за это будешь наказан. Это смог сделать только наш Спаситель. В этом явилась благодать к каждому человеку, живущему на земле. Ну вот, что я хотел бы отметить дальше. Первое, что мы получили через эту благодать, это прощение грехов и наследие вечной жизни. А второе, давайте обратимся к 12 стиху. Здесь написано о благодати, «Научающие нас, чтобы мы». Вот здесь внимание. Я хочу, чтобы вы повернулись сейчас своему соседу и сказали, «Чтобы ты». А потом ему же сказали, «И чтобы я». А теперь вместе с ним скажите, «Чтобы мы, чтобы мы, отвергнув нечестие и мерзкие похоти». О, это что-то новое о благодати, пастор, ты говоришь сегодня. Подожди, подожди, подожди. Мне дана благодать, которая избавит меня от всего. Нет, она избавит тебя только от вечной погибели и даст тебе возможность вместе с Богом проживать свой дальнейший путь. Но дальше эта благодать будет научать тебя, чтобы ты отвергнул нечестие, чтобы ты отвергнул мерзкие похоти, чтобы ты научился жить благочестиво, целомудренно, праведно в этом веке. Благодать от Бога дана тебе в помощь, чтобы ты мог преодолеть то, что ты не мог преодолеть без нее. Ты не мог преодолеть смерть, ты не мог преодолеть возмездие за грех, ты не мог преодолеть просто свои грехи, быть свободным, чтобы жить и не грешить. Вот для чего дана тебе благодать, но она не покрывает и не делает все вместо тебя. И здесь апостол Павел очень ясно показывает, чтобы ты решил отвергнуть, чтобы ты решил избрать. Знаете, что благодать Божью мы принимаем верой, как Господа нашего Спасителя. Мы слышим о Нем, и все, что нам нужно, это просто принять, принять то, что Он приготовил для нас. Для этого нужна нам вера, друзья. И третья вещь, которая здесь описывается в 14 стихе, апостол Павел говорит, что Христос, Он отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. В этом отрывке Писания мы видим, что по благодати получив спасение, Бог ведет нас к очищению. Но решение и ответственность отвергнуть нечестие и похоти лежит на нас. Я помню в детстве, не знаю, может быть кто-то застал те времена, когда мы изготавливали удилища сами. Я думаю, что наши дети сегодня даже и не знают, что это возможно. Но мы рубили тольник и очищали его от кожуры, потом привязывали леску, там грузило, крючок и все остальное. Но прежде чем мы привяжем леску, мы очищали удилище от коры. Мы очищали его, потому что кора препятствует высыханию дерева. И если ты начинаешь рыбачить, и твоя удочка сильно сырая, она гнется сильно. Она не приспособлена для нормальной рыбалки. Поэтому для того, чтобы нормально рыбачить, ее надо было полностью очистить. И тогда эта простая палка становилась удилищем, и мы спокойно рыбачили. Кто-то делал так? Мужчины, я, меня старше и моего возраста. Да, сегодня ничего не надо очищать, пошел в магазин рыболовецкий. В моем детстве я даже не знаю, где мы брали крючки. Грузило точно помню, аккумуляторы долбили и делали с них. А вот крючки не помню, как-то они у нас появлялись. А вот удочку, у кого была удочка бамбуковая, это был просто сын Рокфеллера между нами. И я хочу сказать, у Бога есть для нас определенные дела. Он хочет, чтобы ты и я, мы были ревностны к тому, чтобы его доброта, которая уже есть, излилась Духом Святым в наши сердца, она через нас была явлена. Но у нас так много всего. Но у нас так много всего одето. У нас так много разных мыслей, страстей, слабостей. И там где-то тоненьким-тоненьким голосочком иногда чуть-чуть слышно, что Бог хочет что-то через тебя сделать. Что-то доброе, ведь Он добрый. Апостол Павел говорит, разве ты не знаешь, что Христос живет в тебе? И ты думаешь, ну где-то там живет. И здесь апостол Павел говорит, вот приходит благодать к очищению твоему, чтобы очистить тебя от всего лишнего, чтобы то, что Он вложил в тебя, а то есть это сам Христос с Его потенциалом, с Его мощью, с Его желанием спасти грешного, с желанием явить доброту и сострадание, оно через тебя могло высвободиться. Поэтому Он чистит тебя. Теперь я хочу вернуться с вами немножко к вере, потому что мы улетели немножко в благодать. Так вот, первое, первый пункт, то, что в нашей жизни будет проявляться в результате нашей веры, это наша победа над грехом. Бог будет давать силу. Бог будет помогать отворачиваться от Него. Бог будет помогать тебе сосредотачивать свою силу и внимание на том, чтобы победить конкретную проблему, конкретный запинающий грех. Я помню, когда я уверовал, у меня произошло потрясающее чудо. Я вдруг обнаружил, что я не хочу грешить. Я не мог это сразу так вот в такие слова облечь. Мне просто страстно не хотелось делать ничего плохого. Я сразу как-то, как автоматически отрезал плохие слова. Всякий раз, когда я их слышал, мне стало что-то резать внутри. Я не хотел их говорить больше. Я не хотел грешить. Вы знаете, как будто некая амнезия наступила по поводу греха. Как будто кто-то ударил по голове. Как будто кто-то сильный снял с меня все эти желания. Но что будет дальше, если я ничего не буду предпринимать? А дальше будет, я скажу, что представьте себе человека, у которого язва желудка от неправильного питания. А потом его исцеляет Иисус. И вы говорите, ну теперь можешь есть все, что хочешь. Теперь можешь вернуться к своим вкусностям. По-моему, он уже никогда не захочет. Я вспоминаю случай с Вефездой, когда Иисус пришел, нашел человека 38 лет болящего, исцеляет его там. А потом через какое-то время находит его в храме. Как будто не закончен процесс до конца. И говорит, слушай, знаешь, тебе надо больше не грешить, чтобы с тобой чего хуже не случилось. Итак, благодать поможет тебе до конца искоренить грех из своей жизни. Давайте поставим точку на благодати, потому что в ней так много всего. Но она дана нам по вере. И когда ты веришь, ты будешь видеть, как победа над грехом будет приходить каждый день в твою жизнь. Апостол Иаков во второй главе говорит нам удивительные слова. С 14 стиха я хочу прочитать. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейся и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Итак, если вера не имеет дел, мертва сама по себе. Здесь я хотел бы, чтобы мы с вами, друзья, обратили внимание вот на что. Апостол Иаков не пишет послание, как апостол Павел писал послание к конкретным церквям. Я думаю, что когда апостол Павел писал, он часто перед собой видел глаза каких-то верующих. Вот я вижу глаза многих из вас, и у меня есть некое послание к вам. Если завтра я окажусь в другой церкви, возможно, я буду видеть глаза других людей, и Бог даст мне к ним другое послание. Но Иаков не видел никаких глаз. Он писал, написано в Библии, братьям, находящимся в рассеянии. Пришли гонения на церковь, и люди рассеялись по всей Римской империи, по разным городам, и они не имели домов, они не имели работы. У них были трудности в жизни. И вот именно к этим братьям и сестрам, которые были в нужде, он говорит, я не знаю, когда вы в нужде, насколько вы готовы кому-то еще помогать. Знаете, есть в России такая поговорка, когда свинью жарят, то ей не до поросят. То есть иногда мы так вот себя ведем тоже, что когда мне так плохо, ну кому я еще могу помочь? Ну может только разве что тому, кому еще хуже, чем мне. Иногда Бог показывает, что у тебя не так все плохо, как ты думаешь, потому что рядом часто есть тот, у кого еще хуже. И эта благая весть для тебя сегодня, это значит, что у тебя есть то, что ты можешь отдать и послужить. Так вот, вера, она дает тебе возможность почувствовать жизнь другого человека. Обратите внимание, Яков не говорит о том, что у тебя будет кто-то просить что-то. Он говорит, нет, если ты видишь брата в нужде, брата, который в рассеянии, возможно, ты уже пришел в другой город, ты живешь тут уже, у тебя уже как-то наладилось, а у него дневного пропитания нет, никто не говорит его год кормить. У него дневного написано нет. Но ты такой духовный говоришь, да благословит тебя Господь, верь, брат. Главное, верь, Бог усмотрит все, Он же Бог, Он же любит тебя. И мы даем Ему как бы пищу для души, поддерживаем Его уверенность в Боге, но Яков говорит, послушайте эти слова, он говорит, но если не даст им потребного для тела, не для души, для тела не даст, нет в этом никакой пользы. Что в этом польза, какая? Мы иногда уходим в некую духовность, забывая, что вера, она простая. Она в виде нуждающегося брата или сестру откликается. Первое она видит, второе она откликается, а третье она дает то, в чем есть нужда. Следующий момент, о котором я хочу сказать, вера, она проявляется в глубоком личном послушании Богу. Это то, что уже никто не увидит сразу. Это можно разглядеть впоследствии. И эта же вторая глава послания Иакова рассказывает нам еще о двух героях веры. Первый из них Авраам. Вы знаете, когда я думаю об Аврааме, то в нем укладываются абсолютно все признаки веры, какие вы можете найти в Библии. Поэтому он, наверное, и назван Богом в Священном Писании Отцом Веры. У него есть и самоотречение. У него есть желание быть под властью Божьей, быть зависимым от Бога всегда. И у него также есть стремление, чтобы его вера возрастала. Вы можете увидеть в его жизни вот эту динамику роста, как Бог сначала сказал ему, чтобы он вышел, потом он через какое-то время вышел, вышел не туда, потом еще через какое-то время пошел, потом он туда пошел пожить, Бог его оттуда забрал, потом сюда. Но в течение жизни Авраама вы увидите, что его отклик на Божий призыв становился все короче. И в 22 главе книги «Бытие», где вы будете читать историю о том, как Бог попросил его принести в жертву любимого сына, которого он ждал десятилетия, написано, что Авраам, встав рано утром, пошел. Я думаю, что однажды и моя вера вырастет до того, чтобы быть послушным настолько Богу. Я очень этого хочу. Я хочу, чтобы моя вера росла. Знаете, меня раздражают гаджеты, которые откликаются после третьего или четвертого нажатия. Я очень люблю, у меня есть планшет, я сегодня даже не взял его, потому что я знал, он точно меня подведет, если я буду здесь по нему проповедовать. Мне по нему удобнее проповедовать, он больше, чем телефон, но он подведет меня, потому что я буду тыкать тут, тыкать, потом что-то куда-то улетит. И у меня было так, что пару проповедей, значит, моих улетало, перед самым моим началом куда-то улетало в небытие. Я надеюсь, они кому-то принесли там пользу, я не знаю, плод, я верю, что все, что исходит от меня, будет служить Господу. Но мне не нравится вот этот отклик. Я не использую этот планшет больше. Мне нравится то, что реагирует адекватно адекватно моим потребностям. Когда Бог хочет открыть свое сердце на земле людям, он будет действовать через тех, которые будут адекватно реагировать на его послание. Он будет говорить, и ты будешь говорить. Он будет тебя толкать делать, и ты будешь делать. Но если ты будешь тормозить, он будет воспитывать тебя. Но если дело не терпит отлагательства, он пошлет другого, пока ты воспитываешься. Потому что Бог хочет спасти конкретного человека или проявиться к конкретному человеку. Так вот, вера нуждается в том, чтобы она возрастала так же. И вот мы сейчас говорим о глубоком послушании Богу. Я просто говоря об Аврааме, не могу не сказать об этом. Что говорит Яков? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Иисус. Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Я остановился на этих стихах и начал размышлять. Авраам своим повиновением возложить на жертвенник своего сына проявил веру. Мы об этом знаем. Удивительно, до того момента, как это произошло, ни один человек на земле из мертвых не воскресал. Вы нигде не найдете в Библии такого примера. Но по какой-то причине Авраам, в послании к евреям в 11 главе об этом сказано, верил, что даже если и придется убить этого сына, Бог его воскресит. Я смотрю и думаю, откуда у человека такая вера? Откуда ты это взял, Авраам? Он настолько глубоко шел в течение жизни вместе с Богом, что он без написанного Божьего слова мог возлагать на Бога огромную надежду, потому что Бог проявлялся постоянно в более мелких и в значимых также вещах его жизни постоянно. В 15 главе книги Бытия вы найдете историю о том, как Бог однажды стоит перед Богом, и у них такой яркий диалог, и Бог говорит, смотри, у тебя будет потомков, как песку на берегу морском. А Авраам ему говорит, Господи, у меня нету сына, мне некому передать все, что я имею, как у меня в это наследие придет, если у меня только Елиезер из Дамаска есть в доме, человек, который ухаживает за всем, осматривает все, надзирает на всем, а Бог ему говорит, нет, 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 Авраам, через тебя, через тебя родится народ, через тебя, через твое семя, я тебе обещаю. И написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Теперь давайте вернемся к Якову. А Яков о чем говорит? А Яков говорит, не делами ли оправдался Авраам отец, возложив на жертвенник Исаака. То есть не состыковка. То есть Исаака он принес потом, через много лет, а праведным был признан намного-намного раньше, пока Исаак еще не родился, Аврааму еще нужно было поверить, что он родится. То есть фактически возложение на жертвенник Исаака не делало Авраама праведным, он был признан праведным намного раньше. Но зачем же тогда нужно было Исаака приносить, если ты уже праведник? Некоторые люди говорят, ну что мне верить в Иисуса? Я уже уверовал, я уже верю. Не-не-не, речь идет о том, твоя вера будет расти, у тебя будет глубоко внутри желание одно, я буду следовать за Богом, Он приготовил лучшее, Он знает, что лучшее, я буду доверять Ему, и Он, Бог, приведет в мою жизнь то, что Он хочет, я буду покорен Ему, даже если я не буду понимать, если все люди меня будут осуждать, если меня спросят, куда ты делал своего сына, я не знаю, что им сказать, но я точно знаю одно, я уверен, что меня сюда, на эту гору моря, вместе с моим сыном послал Бог, я буду верить, я буду делать все, что мне открыто, а Бог пусть сделает свою часть. Если надо, тогда и воскресит. Я думаю, что в этих глубинных размышлениях, Авраам и пришел к этой мысли, что Бог может воскресить. Вы знаете, он не зарабатывал праведность этим, он уже был признан праведным, но апостол Иаков говорит, что его вера достигла совершенства, когда он смог это сделать. И я хотел бы, чтобы вы увидели, это два неразрывно связанных процесса, когда я глубоко хожу перед Богом и ожидаю от Него Слово, водительство, я покоряюсь Ему, я буду расти, и Его Слово будет во мне расти, и моя вера будет во мне расти. Последний пример, о котором говорит нам апостол Иаков, он говорит буквально один стих. Это Раав блудница. В последнее время у нас ее имя стало часто звучать с этой сцены. Пастор Виталий, пастор Евгений. Не знаю, с чем это связано. С верой, наверное, Раав, конечно же. Не с чем же еще. Мне нравится то, что было внутри этой женщины. Послушайте, в книге Иисуса Навина во второй главе рассказывается история о том, как Иисус послал Саглидатов в Иерихон. И они пришли, первый дом, куда они пришли, где они остановились, был дом этой женщины, блудницы. Раав ее звали. И когда они остановились у нее, Раав, подвергая свою жизнь опасности, решила спрятать их. И спрятать их от гнева и от смерти этих Саглидатов, она решилась вот почему. У нее было вот такое маленькое познание о Боге. Я хочу прочитать вам его. Оно там записано. Маленькое познание. Иисуса Навина, вторая глава. Давайте, значит, прочитаем. И сказала им, Саглидаты, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими, Зайорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Послушайте, вот это все, что эта женщина знала о Боге. У нее не было Библии, она не слышала проповедников. Кто-то как-то ей сказал о том, что море разделилось. Она там не была. Это не 10 километров даже от Иерихона моря находится. Больше намного. Кто-то как-то перенес какую-то информацию. Но что-то удивительное произошло. Эта женщина поверила в Бога настолько сильно, что она подвергла свою жизнь опасности ради того, чтобы если это правда, она пошла в Аббанк, она поставила всю свою жизнь, жизнь всего своего родства и сказала, если это так, я дам вам жизнь, я от себя сделаю все, чтобы вы были спасены, вы, соглядатый, но обещайте мне, что когда придете, вы пощадите нас. Вы знаете, рассчитывать, что народ, приготовленный для истребления, вдруг частично станет народом Божьим, ну, на это сложно рассчитывать. Наверное, она никогда на это не рассчитывала. Но вот во что она верила, это то, что Бог их есть на небе вверху и на земле внизу. Иногда для того, чтобы совершать подвиги веры, нужно знать так мало о Боге. Но потом мы видим, как эта женщина входит в родословие Иисуса Христа, когда она остается жива, все ее родственники живы, и как Бог, избавляя их, делает их частью своей семьи. Вы знаете, я обнаруживаю часто, что знание Библии, о Боге, какая-то информация, она не помогает мне верить, если в моей жизни нет никакой практики хождения с Ним. если я говорю, что я верю, но по сути я не верю, в моей жизни остаются грехи, я прохожу мимо нуждающихся, спокойно, говоря о том, что ну они сами должны о себе заботиться, человек должен взять однажды ответственность за свою жизнь и как-то заботиться. И у меня есть разные аргументы внутри, которые Бог однажды хочет очистить и сказать, я не могу так высвободить через тебя то, что я в тебя поселил. Ты не отражаешь меня. Я хочу, чтобы тебя, осмотрев, люди видели меня. Чтобы ты не преломлял меня неправильно. Если ты называешься именем моим, то дай, пожалуйста, возможность мне хотя бы чуть-чуть проявляться. Я не знаю, нравится вам или нет, но мне всегда не нравилось, когда я чувствовал какую-то угрозу со стороны какого-то человека. Я не хочу с ним общаться. Мне не нравится этот человек. Я хочу отойти от него подальше. Я ничего не имею против каких-то отдельных наций, но с некоторыми нациями у нас связаны определенные, значит, ну как имя нарицательные. Чаще всего, если вы встречаетесь с цыганами на улице, которые что-то просят, ну у вас редко возникают хорошие ассоциации. Я не знаю, как может быть у вас не так, у меня так. Я понимаю, сейчас либо колдовать начнет, либо обведет. Я слышал много историй, когда люди не знали, почему не отдали все, что у них было. Он просто помнит, как он начал говорить с цыганкой, и как он остался без кошелька, он не помнит. И я понимаю, что есть люди, которые меня отталкивают. У вас, наверное, тоже есть какие-то такие люди, с которыми вам неприятно. И поэтому лучше их обойти стороной как-то так, чтобы как-то не начать с ними разговор, тем более помогать им. Неприятно пахнет человек или выглядит, а вдруг он заразит меня чем-то. У нас есть определенная брезгливость к определенному населению. И мне нравится побеждать вместе с Господом в моих слабостях. Недавно я приехал в супермаркет, и прямо у входа, пока я шел от машины до ворот этого супермаркета, ко мне подошел парень. Я вижу, что он ходит и что-то просит, документы на машину в его руках. И он просит деньги, говорит, что он приехал издалека, откуда-то с Алтайского края, и у него не хватает на бензин. Знаете, мое доброе сердце всегда готово помочь, но в его лице я увидел, что он не совсем русский. И такие люди обычно просят не совсем честно. Самая первая реакция, ну, я думаю, он был к ней готов, я бы сказал, не, брат, извини, и идти дальше. Но что-то внутри мне подстегивало внутри. Да поговори с ним, это же человек. Я начинаю с ним просто разговаривать, просто общаться, он идет со мной, всю эту дорогу от машины до входа, и мы общаемся с ним. Я говорю, а ты сколько уже напросил? Он говорит, ну, вот столько, а давно просишь? Ну, часа два, а сколько еще надо? Ну, Начинаю просто беседу, и вдруг я понимаю, это просто человек, возможно, он избрал неправильный путь зарабатывания денег. Я говорю ему, знаешь, и он мне говорит, мне честно нужно вот то и то и то. Я говорю, честно тебе нужно, а ты что можешь рассказать мне о честности? Ты знаешь, что такое честно? Он задумался на секунду, и в этот момент он был сто процентов настоящий. Он говорит, ну, по крайней мере, я не в карман залез кому-то, а открыто подошел и попросил. Я говорю, ну, это, конечно, несравненно лучше. если честно, я говорю, у меня денег нет вообще. Я бы дал тебе, у меня их правда нет, у меня есть немного на карте, но это тебе не поможет. Он говорит, ну, вопросов нет. Я пошел дальше, у меня не было какого-то сверхъестественного чуда, Бог не исцелил через меня что-то. Но знаете, что я увидел? У всех наших слабостей и предвзятостей нам не хватает Иисуса, Его простоты, чтобы пояснить, идти вместе с Ним в то место, где нам не нравится. Начать диалог с тем, с кем нам не нравится. Начать вмещать человека, который нам совсем не нужен. Просто обращать внимание на то или на тех, кто был для нас вообще чужд. Мне один брат недавно по телефону говорит, слушай, ну, я прихожу на служение, я зажигаюсь, я как бы, у меня вроде, ну, все поднимается внутри, а потом я ныряю в свои дела. И где там Иисус во мне? Как мне быть в этом состоянии, чтобы кому-то что-то дать, раздать, увидеть какого-то нуждающегося? Ты мне скажи, как это сделать? И вы знаете, я обнаружил это все в тех же словах апостола Павла в послании к Титу, где он говорит, 13 стих, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я спросил его, а как много ты уделяешь времени тому, чтобы ожидать Господа в жизни своей? Ты подходишь к незнакомому человеку, или он подходит к тебе? Господи, что ты хочешь, чтобы я ему сказал? Или ты подходишь к какому-то рубежу? Господи, что ты хочешь, чтобы я сейчас сделал? Как много ты ждешь Бога в жизни? Никогда не забуду, я однажды оказался в доме верующих, которые испокон века верили, я не знаю, в каком поколении. Там бабушка и дедушка жили, это было в Белоруссии. И один брат привел меня в этот дом, и он говорит, я хочу, чтобы ты познакомился с моим дедом и бабушкой, а не верующий там в каком-то там 30-м поколении. Я зашел к ним в дом, старая пожилая женщина, увидев меня, вдруг, как, знаете, как курица с насеста слетела и говорит, ой, ой, у меня дом это не прибрано, не прибрано, Иисус ко мне пришел, а я-то не готова. Ну, Боже мой, что за реакция? Я, я, я не Иисус, я из Сибири, я приехал просто познакомиться с вами тут, ну, у меня еще другие дела, конечно, были. Но я потом узнал, пастор Надежда мне пояснила, все христиане воспитаны в том, что когда к ним в дом приходит незнакомец, к ним приходит Иисус, и они готовы должны быть в любой момент, чтобы его встретить. Я думаю, насколько я должен ходить просто с ожиданием того, Господи, а то, что видят сегодня мои глаза, может, я должен здесь поучаствовать, а может, моя вера должна вырасти до того, что у меня ничего нет, но я все-таки могу что-то дать нуждающемуся брату. Может быть, я могу как-то что-то изменить, как-то приложить себя. Ведь моя вера должна быть проявлена, но у меня ничего нет сегодня в моих руках. Вы знаете, я сто процентов уверен, и у меня нет времени, но у меня есть много примеров того, как Бог в руки сеющего дает семя. В руки человека, который хочет быть благословением для других, дает это благословение. Оно часто даже не оседает у этого человека совсем, он просто пропускает все через себя. Когда ты смотришь на такого человека, ты говоришь, ну это правда человек веры. Мы видим, как через него Бог действует, как через него течет благодать Божья. Он не просто там где-то что-то глубоко себе надумал, он реально из своей глубины отношений с Богом выносит его доброту, выносит его сострадание. Он не грешит, он какой-то чистый, с ним хочется быть, ему я могу открыть свою душу. Вот, друзья мои, вера, которая в действии. Я хотел бы в заключении прочитать, прежде чем мы помолимся, все четыре вещи, о которых я говорил сегодня. Наша вера будет проявляться в победе над грехом в личной жизни. Наша вера будет проявляться в любви, сострадании и заботе о ближнем. Наша вера будет проявляться в глубоком послушании Богу. И она будет проявляться в жажде познания Бога больше и больше. Это решение можешь принять сегодня ты. Господи, я хочу, чтобы моя невидимая вера, мои взаимоотношения с тобой глубоко в моем сердце стали доступны для многих людей. Ведь иначе для чего я верю? Просто для того, чтобы мне переступить порог твоего царства. Ты так малым можешь довольствоваться дорогая церковь. Давай принесем сегодня свое сердце Господу в том, чтобы являть его на всяком месте. Давайте встанем, друзья, для молитв. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова